Всем привет, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. В сегодняшнем ролике я хотела бы рассказать вам про самые универсальные формы кистей. Какие кисти потребуются вам для создания абсолютно любого макияжа, будь то макияж для себя, или же будь твой визажист. Поверьте мне, эти формы будут очень универсальны и будут вами часто использоваться. Также, конечно же, я покажу несколько альтернатив от разных брендов, из разных ценовых категорий. И я надеюсь, что это видео вам понравится, будет полезным и интересным, поэтому не переключайтесь и продолжайте смотреть. Итак, первая форма кисти, про которую мне хотелось бы вам рассказать, это, конечно же, кисть для тона. На самом деле, кисть для тона раньше у меня, по крайней мере, в обиходе не была так популярна, потому что в большей степени я работала при помощи спонжа, что для себя, что для клиентов. Но в последние, наверное, года два точно я использую именно кисть. В 99% случаях я что клиенту, что себе наношу тон при помощи именно кисточки. У меня есть несколько разных любимых, и самая классная форма, на мой взгляд, это именно кисть в форме бочонка. Кисти для тона вообще бывают, конечно же, разные, бывают плоские, в форме шпателя, такого, знаете, но мне они кажутся не очень универсальны, неудобны в использовании, и именно кисти бочонки работают очень круто. И также я за что люблю эту форму, за то, что она является очень многофункциональной, и такой кистью вы сможете нанести не только тон, но и, например, сделать всю кремовую коррекцию лица, и поэтому при помощи такой одной кисти можно сделать пол макияжа. Вообще кисти, в принципе, бывают либо из натурального ворса, либо из синтетического. Раньше было принято, что качественно и круто это только натуральный ворс, но тенденция показывает нам то, что нужно переходить на эко-материалы, и, конечно же, синтетика сейчас очень высококачественная, и действительно по качеству она абсолютно не уступает кистям натурального ворса. Также преимущество кистей и синтетики это то, что они не вызывают никаких аллергических реакций, если кожа склонна к подобным моментам, то лучше использовать именно кисти из синтетики. Самое главное в форме бочонка это чтобы кисть была плотно набита, была упругая и вела за собой продукт. То есть нам важно хорошенечко его растушевать, сделать покрытие максимально незаметным, и поэтому как раз-таки такие плотно набитые упругие кисти с этим справляются просто на ура. У меня сегодня кисти будут, в принципе, по брендам повторяться, но это все потому, что я вот как-то для себя определила бренды, которые мне нравятся, у которых мне хочется проверять кисти, и я работаю ими действительно очень много, они проверены всем временем, и вы при рассмотрении их внешнего вида, в принципе, я думаю, это поймете. Первая кисть, про которую я хотела бы вам рассказать для тона, будет от бренда небредная, это бренд от Геворга, и здесь у нас идет вот такая вот универсальная кисть в форме бочонка с серым борсом в желтом корпусе, я знаю, что корпус у этих кистей бывает также в разном цветовом исполнении. Кисть очень хорошо и плотно набита, я ее супер часто использую, как для себя, так и в работе. Она у меня уже действительно такая немножечко потрепавшая, у меня есть эта кисть абсолютно новая, но я, вы знаете, люблю до конца, по максимуму использовать свои какие-то любимые инструменты. Эта кисть очень круто ведет за собой продукт, я ей могу создать полностью идеальный ровный тон лица, я создаю ей также кремовую коррекцию, потому что ее форма и размер идеальны для как раз-таки проработки скуловой зоны, эта кисть подходит также для того, чтобы нанести и растушевать румяна, поэтому, повторюсь, тон, консилер, всю кремовую коррекцию я создаю при помощи нее. И за счет того, что это синтетика, она является сейчас еще более универсальной, часто используется действительно и в работе, и для себя. Следующая кисть из синтетики будет от бренда N-Beauty, и эта кисть, она отличается по форме, это не совсем бочонок, но это плотно набитая кисть, вот такого вытянутого ворса, за счет того, что она такая толстенькая, плотно набитая, она очень хорошо ведет за свой продукт. Ей я люблю работать именно вот такими поглаживающими, растушевывающими движениями, но за счет того, что она немного скошенная, она отлично, опять же, наносит продукт в скуловую зону, следовательно, ей очень удобно делать кремовую коррекцию, и ей также можно классно нанести румяна на яблочки, потому что видите, как она отлично ложится в эту область, если мы с вами улыбаемся. В общем, форма у нее универсальная, подходит, опять же, для любых текстур, будь то таких плотных, будь то жидких, потому что очень плотная набивка, и она прямо ведет и тушует за собой абсолютно любое покрытие. Следующая кисть у меня будет от бренда Sensation Cosmetics. Я относительно недавно познакомилась с кистями от этого бренда, меня подкупило то, что все эти кисти сделаны в Японии, они выполнены из натурального ворса, и у меня комплект, он в таком красивом бархатистом чехле, там все кисточки, вот этот набор, который у меня, он очень многофункционален, все прямо кисти действительно используются в работе, они все универсальны и классны по формам. Здесь у нас, опять же, кисть бочонок, но мы видим, что она более широкая, чем предыдущая, она скошенная, и эта кисть очень удобно создавать такое, знаете, ультра-тонкое покрытие. Я люблю ее использовать для покрытий такой средней плотности, потому что когда мне нужна хорошая кроющая способность, но при этом мне хочется добиться тонкого покрытия, я использую ее. Мне нравится ее использовать для таких тональных со средней плотностью покрытия, но при этом мне хочется иногда, чтобы они смотрели супер естественно и незаметно, вот эта кисть делает эту ноу-ра. За счет того, что у нее натуральный ворс, она забирает в себя очень много и отдает вот ту нужную, необходимую мне как раз-таки интенсивность покрытия. В общем, сильно ее люблю, и она не такая, наверное, упругая, как кисть, допустим, от бренда Небледная, но при этом при всем она тоже очень хорошо ведет свой продукт и делает покрытие чуть тоньше, чем предыдущие кисточки. Следующая кисть похожая по форме, но уже из синтетики, это бренд Tom Ford, она тоже скошенная, и этой кистью очень удобно работать. Несмотря на то, что ворс синтетический, она, опять же, забирает в себя много, и покрытие получается тоненькое. Плюс за счет того, что она скошенная и не сильно большая, например, как предыдущая, ей очень удобно прорабатывать скуловую зону и, опять же, наносить румяна, поэтому из люксового сегмента кисть от Tom Ford мне вообще очень нравится. Эти кисти, кстати, тоже выполнены в Японии. Раньше кисти от Tom Ford выполнялись полностью из натурального бренда, но потом политика бренда немного изменилась, и теперь все кисти от Tom Ford выполняются только из высококачественной синтетики. И еще одна моя любовь, к сожалению, лимитированная. Ее уже нет в продаже, но это просто подтверждение того, что кисть-бочонок must have. Это кисть от бренда N-Beauty, называется коллекция Magic, она очень красивая. Вообще, имитированная коллекция от бренда N-Beauty я просто обожаю, их всегда хочется рассматривать. Это какое-то произведение искусства, и это кисть M1. Если вдруг она у вас есть, и вы ее не поняли, то обязательно к ней вернитесь. Эта кисть обладает таким достаточно длинным ворсом. Она напоминает мне кисть бренда N-Beauty, но она имеет скошенную форму. У нее натуральный, очень мягкий ворс. Она прямо супер такая, знаете, ласковая. Ей прямо приятно прикасаться к лицу. И опять же, скошенной формой очень круто можно проработать все, что находится в этой области. Сделать классную кремовую коррекцию. Поэтому, да, это кисть One Love, и, наверное, является моей самой любимой из кистей, как раз таки, категории формы бочонок. Теперь давайте поговорим про другую форму кисточки. Предыдущей кистью можно сделать половину лица, все, что касается тона кремовой коррекции. Если же речь идет о пудрах и о сухих текстурах, то у нас тоже есть одна универсальная форма, которой, в принципе, можно нанести все сухие продукты. Это кисть в форме факела. Выглядят они примерно вот так. И теперь давайте поподробнее о каждой. Кто знает меня давно, и кто смотрел мои предыдущие видео про кисточки, наверняка слышали про мою любимую цицу от бренда N-Beauty из серии Katakana, номер S4. Это кисть, действительно, такой факел, выполнена в черном красивом матовом корпусе. Темно-красным оттенком написан бренд. Все в таком красивом, сдержанном японском стиле. Ворс у нас здесь коза, он вытянутый. У меня эта кисть уже немножечко поломанным ворсом. Все-таки она у меня, знаете, наверное, 4 года. И скажу честно, это моя вторая кисть S4. У меня была еще предыдущая. Я ее, к сожалению, убила из-за неправильного ухода. А тема ухода, особенно за натуральным ворсом, это очень важная тема. Очень важно правильно очищать такие кисти, не используя спиртовые очистители, потому что спирт сушит ворс, ворс ломается, и потом кисть превращается просто в какой-то ершик. Простите, пожалуйста. Вот, поэтому, да, мягкий бережный уход, без спиртовыми очистителями и только. Эта кисть просто идеальна для нанесения пудры, для создания тонкой, полупрозрачной коррекции лица, бронзер, пудра, румяна, даже, в принципе, хайлайтер, если вам не нужен супер яркий блик, можно ей нанести. Следующая кисть от бренда Небледная, это вот такая кисть факел, она более плотно набитая. Здесь чуть короче ворс, но, опять же, пудра, бронзер, мне прямо очень нравится ей наносить. Румяшечки, возможно, но не всегда, опять же, зависит от формы лица, от размера лица, это все тоже стоит учитывать, попробуйте, но вот именно пудра и бронзер прямо вау. И еще одна кисть от бренда Небеди, здесь ворс чуть короче, ворс мягкий, ворс просто шелк, по-моему, это белка. Называется кисть Блаж, здесь соображена такая бабочка, такая, знаете, очень лимитированная история, так сказать, в коллекцию кистей, если вы фанат, если вам хочется обладать красивыми, эстетически красивыми, приятными вещами, то это точно про бренда Небеди, про ее вот такие вот лимитированные кисти. Кисть, естественно, опять же, сделана вся в Японии, очень мягкая, я ее использую, честно, редко, но так как она называется Блаж, она, конечно, идеальна именно для этой функции, но помимо всего прочего, ей можно нанести пудру, бронзер, имейте в виду, что из-за того, что это белка, она более плотно набитая, она наносит ярко. То есть, если продукт очень пигментированный, его нужно прямо немножечко, чтобы добиться нужного вам эффекта, иначе можно переборщить. Следующие кисти, про которые мне хотелось бы вам рассказать, это кисти для консилера. Скажу сразу, что в макияже для себя эти кисти я практически не использую, консилер я для себя предпочитаю растушевывать пальчиками, но если говорить о работе визажиста, если говорить о работе с клиентами, моделями, то, конечно, такие кисти необходимы. Эти кисти имитируют, по сути, подушечку пальчика, очень важно, чтобы они тянули за свой продукт, но не растягивали кожу и хорошо при этом все растушевывали. Первая кисть будет из синтетики, это кисть Дуа Фибра, бренд Сердар Камбаров, номер Т3. Она идеального размера, такая, вы знаете, прямо круто ложится в нужную нам область, впитывает в себя достаточное количество продукта, но за счет того, что Дуа Фибра классно растушевывает и делает покрытие очень тоненьким и незаметным. Я рекомендую всегда консилер наносить вот такими, знаете, аппликативными движениями от внутреннего уголка, мягко ко внешнему, и потом круговыми движениями уже дотушевывать и стушевывать все границы. Также не забываем добавлять обязательно в крылья носа, можно немножко пройтись в уголки губ, ну и, в общем, во все эти зоны, где хочется уплотнить покрытие. Также подобная кисть есть в бренде N-Beauty, это коллекция Техно, номер Т5. Эта кисть тоже Дуа Фибра из синтетики, и она напоминает очень мне кисть предыдущую, но она чуть-чуть более плотно набитая, она чуть лучше держит форму, она чуть лучше ведет за свой продукт. Вот, и еще одна кисточка от бренда Сердар Камбаров, номер Эйджи 2, Дуа Фибра, из натурального и синтетического ворса. Она такая, знаете, вот видите, рваненькая немножко, и это некоторых пугает, и многие не понимают, как ее работает, но на самом деле за счет такого ворса она очень круто стушевывает продукт, делает покрытие максимально тонким и незаметным. Границы незаметны, правда, и за счет вот этого вот рваненького такого эффекта она очень хорошо может пробраться прямо в межученичное пространство и прокрасить все вплоть вот до слизистой практически. Поэтому тоже рекомендую, особенно для визажистов вот эта кисть must have, на мой взгляд. Теперь давайте поговорим про кисти для глаз, здесь я хотела бы выделить три формы. Начну я с кисти плоской, которой можно наносить именно цвет, добиваться плотности в нанесении оттенка. И они тоже бывают разные по ворсу, по размеру. И вот мои четыре фаворита. Розовая красивая кисть от бренда Небледная. Здесь, скажем, не подписан номер, но вот она такая плоская, синтетическая, немножечко V-образная. И ей очень круто можно наносить кремовые тени, например, на все подвижное веко и при этом тут же тушевать их складки. То есть за счет такой вот объемной формы, это круто, вы нанесли и тут же еще и подтушевали. То есть это кисть по сути два в одном. И эту кисть я люблю использовать именно для кремовых теней. Также для кремовых теней я обожаю использовать кисть от бренда N-Beauty коллекция Techno T7. Это тоже синтетика, она менее объемная, она чуть более такая вытянутая, заостренная на кончике. И кремовые тени, что на нижнее веко, что на верхнее веко, ей очень удобно наносить. Вы ей не растушуете, но именно нанесете. Также я ее часто использую для растушевки, например, такой объемной возле ресничного края. Если мне требуется дымка объемная, то эта кисть это тоже классно делает. Подобная форма, но уже из натурального ворса. Также есть в бренде N-Beauty коллекция Katakana номер S16. Эта кисть отлично работает, опять-таки, для того, чтобы нанести какой-то конкретный оттенок, например, на центр нижнего века, на центр верхнего века. Помимо прочего, когда я создаю Smoky Eyes, и мне нужна такая прямо дымочка, ей я это дело растушевываю. Когда мне не нужна четкость линий, мне нужна именно дымка, использую ее. Ну и еще одна кисть, которую я хочу вам показать из разряда плоских для набивки цвета. Эта кисть, опять же, из коллекции Katakana номер S13. Она объемная, буквально одним движением вы сразу на все веко наносите нужную вам текстуру, нужный вам цвет. Этой кистью я люблю наносить, будь то матовые тени, будь то шиммерные, будь то кремовые, будь то сухие. Она отлично универсально работает с любыми текстурами, и опять же, очень удобно, что вы сразу же можете ей подтушевать в складке века и оттушевать на неподвижное. За счет того, что это ворс натуральный, она позволяет добиться максимально мягкой равномерной тушевки, и, по сути, опять же, это кисть два в одном, очень удобно и быстро. То есть это такая форма, которая сокращает время вашего макияжа, упрощает вам жизнь и добавляет вам больше приятных ощущений от создания макияжа. Теперь давайте поговорим про кисти для растушевки. Это кисти, которые служат для того, чтобы добиться мягкого равномерного перехода из цвета в цвет, из цвета в кожу. В общем, это кисти must-have, и в макияже для себя эти кисти вам пригодятся, и, конечно же, если вы визажист, то вам потребуется такая кисточка, и не одна, и не две, в общем, чем больше, тем лучше, потому что тушевка — дело важное, важно создавать ее действительно мягкую, красивую и незаметную. Итак, кисточка первая, Brand & Beauty, номер S10. Кисть достаточно объемная, ворс достаточно длинный, то есть она такая прям пушистая. Ей я обожаю создавать именно тушевку, такую, знаете, финальную, когда нужно пройтись и убедиться, что все границы мягко растушеваны, что нет никаких проплешин, нет никаких резких пятен, возможно, да. Она за счет того, что ворс натуральный очень хорошо забирает в себя цвет, забирает все излишки и позволяет добиться классного мягкого результата. Следующая кисть чуть-чуть отличается по форме, это Sensation Cosmetics, номера, к сожалению, нет, но я думаю, что там такая кисточка одна. Она чуть-чуть плоская и в то же время пушистая. Я этой кистью иногда могу нанести, как и предыдущей форме, к примеру, плоской, объемной оттенок, и тут же ей растушевать, но все-таки эта кисть больше пушистая, поэтому я часто ее использую, например, когда мне нужно перейти из цвета в цвет, например, из черного в какой-то, не знаю, серый, из коричневого в розовый, в общем, она прямо это дело отлично делает. И также я ее люблю за счет того, что она чуть более вытянутая, я люблю ей добавлять интенсивность именно во внешний уголок глаза, если мне это необходимо. Следующая кисть удобна для работы с нижним веком, потому что у нее, видите, чуть менее объемный формат, чем у предыдущих кисточек, я ей тушу нижнее веко, и, например, также люблю добавлять интенсивность во внешний уголок, потому что она очень аккуратная, и делает это прямо деликатно. Это бренд Сердар Камбаров, номер VG8. Мягкая, упругая, удобное в использовании. И еще одна кисть, я не смогла понять, к какому разряду ее лучше отнести, потому что, как вы видите, она вытянутая, она не пушистая, она не плоская. Это кисть номер S18, и это must-have именно в работе визажиста, потому что это кисть, которая идеально тушует нижнее веко. Она при этом добавляет цвет за счет того, что она плоская, и при этом она тушует за счет того, что ворс длинный. И вот именно в работе с нижним веком это очень удобно. Очень часто, когда мы работаем с клиентами, нижнее веко за счет того, что кожа тонкая, очень чувствительная. Клиенты начинают моргать, глазки начинают слезиться. Работать становится все тяжелее и тяжелее, если мы работаем какими-то колючими, пушистыми кистями. Поэтому здесь очень важна именно мягкость и функциональность. И эта кисточка как раз-таки про это. Ну и последняя форма, которая нужна в кейсе визажиста, и которая необходима в вашем личном кейсе, в вашей базовой косметичке, это кисть бочонок плоская для растушевки карандаша. Формы бывают опять же разные, давайте покажу вам их. Первая кисть более объемная. Это кисть от бренда Небледная, это кисть, которая способна растушевать любой карандаш. Она не выведет тонкую изящную линию, но она создаст линию направления. Если вы не гонитесь именно за направляющими линиями, да, вот в этой области, вам не нужны какие-то растушеванные стрелки, вам просто хочется добиться мягкой растушевки. Возможно нанесение кремовых теней на нижнее веко, то вот эта форма классная. Если же вам хочется при помощи карандаша создавать красивые тоненькие стрелочки, при этом чуть-чуть такие растушеванные, или вы любите работать с черным каялом, и вам хочется создавать мягкие, темные, такие насыщенные смоки, не грязные, а аккуратные, то это бренд N-Beauty номер А11. Ворс натуральный, он короткий, очень упругий, и это та кисть, которая ведет за собой. Она прямо вот способна создать линию, способна создать четкую тонкую линию. В общем, любую, которая вам нужна, из-за того, что она маленькая, аккуратная, макияж получается с ней очень чистый. Главное делать такие, знаете, короткие движения, не размашистые. Следующие две кисти, это бренд N-Beauty, лимитки из коллекции Magic, но здесь обратите внимание именно на формы. Они плоские, они такие вот, одна вот более короткая, скошенная, вот этой формы вообще можно контур губ даже строить, поправлять его, убирать излишки, убирать, например, неправильно какое-то направление. То есть я беру иногда консилер, и эту кистью я как бы поправляю все свои недочеты, дочищаю ей макияж. Но и также эта кисть, опять же, супер круто ведет линию и делает ее очень тонкой, вытянутой и такой острой. Если хочется добиться более мягкого эффекта, не такой четкой линии, то вот эта кисть M11, она чуть более плотно любитая, она вытянутая, не такая острая, и она именно круто тушует карандаш. Вот такие кисточки, такой формы есть во многих брендах, в MENGY PRO можно посмотреть и найти что-то подобное. И еще одна, это коллекция Neo Classic N-Beauty номер N7. У меня есть вся коллекция от этого бренда, мне она очень нравится, она шелковистая, она мягкая. Мне нравится, что у этих кистей такая длинная ручка, это визуально выглядит очень красиво, когда вы работаете с моделью, когда вы работаете с клиентом, когда вы создаете какой-то контент для ваших соцсетей. В общем, такие вот длинные ручки выглядят, правда, как-то красиво, как будто бы мы прямо пишем картину. И за счет такой мягкой, мягкого ворса и вытянутой формы можно создать красивую линию растушевки, красивое межресничное пространство, растушеванное, мягкое. И также такой формой очень удобно прокрашивать, посмотрите, да, нижняя века, она идеально ложится в эту область, она не перегружает, она не слишком широкая, и она будет прекрасно тушевать за счет того, что это ворс натуральный, по-моему, это белочка, если я не ошибаюсь. Вот такие вот формы, друзья, сегодня я вам показала. На самом деле, видео про кисти — это очень запрашиваемая тема у меня на канале, на моих курсах многие меня про это спрашивали. Я постоянно ее оттягивала, откладывала, потому что у меня она казалась очень сложной и очень объемной. Но сегодня я постаралась вложить всю свою душу, все свои знания, весь свой опыт для того, чтобы определиться с формами, которые мне хочется вам показать, которые, на мой взгляд, действительно являются универсальными, и которые будут очень просты в использовании, что важно. Я буду благодарна вам за то, что вы поддержите это видео пальцем вверх. Конечно же, подписывайтесь на канал и не забывайте про мои другие социальные сети. Ссылки на них вы найдете в описании под этим роликом. Я вам всем желаю отличного настроения. Мы с вами увидимся в следующих видео. До новых встреч и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok